добрый день дорогие зрители я рада приветствовать вас в новом ролике из потрясающей солнечной заснеженной москвы под сине-голубыми шарами дочь помогает мне обустраивать антураж для съемки да чтобы скажи мама чтобы кадр был красивый сегодня действительно хорошая погода и знаете настроение такое легкое хочется чего-то такого непринужденного и я вот придумала для нас с катюшкой классное занятие хочу съездить в одно местечко которое находится буквально вот в трех трамвайных остановках от нашего дома возможно мы даже пойдем пешком я о нем хорошо я о нем слышала смотрела их фотографии следила за ними но никогда не было и я вот подумала но такой потрясающий день ну вот чем не повод зайти туда а там знаете продается всякий такой сезонный декор в частности новогодний цветы и и разного рода вот атрибутика для катя ты что делаешь атрибутика для украшения это такое немножко я как я понимаю такое лофтовое пространство я надеюсь что там будет что-то достойного достойное вашего внимания и если будет то прямо в этом воде дальше вы увидите да катюшка ну да ну иди-ка медикам ну что ребенок поехали поехали этот магазинчик действительно оказался очень таким атмосферным он находится на старых складах недалеко от площади трех вокзалов в москве и знаете здесь такая приглушенная атмосфера темные стены темные потолки нам очень повезло с катюшкой кроме нас в то утро практически никого не было был только какой-то сотрудник склада который знаете бегал туда-сюда расставлял какие-то игрушки но в общем нас практически не касался я спросила у него говорю наверное у вас должно уже быть очень новогоднее настроение но я конечно шутку спросила и он ответил что ну должно быть но на самом деле нет говорит для меня это просто работа ну ладно в общем что интересного здесь и неплохая интересная посуда такая знаете в стиле h&m и что-то есть из посуды похожее на то что можно увидеть там в американских новогодних интерьерах и магазинах очень много разных красивых интересных веточек вот если нужные веточки то это точно сюда кроме того здесь много интересных достойных наборов елочных игрушек но к сожалению на витринах точнее даже не на витринах а на стеллажах они все представлены в коробках и открыть их нельзя тем не менее некоторые мне прямо очень сильно понравились не могу сказать что это какой-то рынок с низкими ценами совсем нет а скорее знаете это такое отличное место где можно исполнить свой запрос вот мы приехали нам ничего конкретно не нужно было им практически ничего и не купили но я уверена что если бы я что-то искала подходящие или нужное то в этом месте я бы нашла потому что здесь есть разные игрушки разные цветовые гаммы фактуры вот это вот все ну и как я сказала разные веточки кроме того здесь в отделе с цветами можно было прикупить разные ленточки упаковочную бумагу и тому подобное у них здесь и есть несколько таких довольно милых фото зон с диванами прямо можно присесть посидеть отдохнуть посмотреть в общем если вы из москвы то вполне себе советую посмотрите информацию у них на сайте они работают не каждый день но место довольно довольно приятное атмосферное мне понравилось думаю что может быть без катюшки я еще вернусь потому что с ней конечно рассматривать что-то подробно и детально но практически невозможно что там такая дорога это не дорога это лыжи все мы возвращаемся домой было место это конечно очень загадочно идти туда очень загадочно но она в самом центре москвы вот гостиница у площади трех вокзалов станция каланчевская все мы с катюшкой просто такие маленькие зимние снегурочки тут фух наконец-то мы вернулись домой на улице прямо снежно так хорошо и что важно тепло поэтому мы так хорошо прогулялись не замерзли все в порядке сейчас пришли домой думаю что перекусить наверное я сделаю омлет у меня знаете есть такие классные смеси для завтрака вот такая вот как это назвать такой вот пакетик овощной микс видите здесь кабачок сладкий перец стручковая фасоль и лук и я сделаю как показано на этой на этой картинке и с яичком я думаю что нам с катюхой такой обедик очень даже будет сегодня хорошо пока у меня греется сковородка для овощей расскажу вам последние новости убрала отсюда флажочки мои осенние странно как-то вот хочется всего сейчас такого знаете выбеленного и вот у меня следующая мысль моя по поводу вот этого веночка он прекрасный хороший но вот правда кто же как-то он здесь смотрится слишком по-леднему я хочу сохранить основу но снять с нее все вот эти вот орешки и мох это кстати я все не выбрасываю мох он многоразовый просто в пакет в пакет сложить и все и вместо вот этой композиции знаете сделать такой ну как будто бы заснеженный сугроб не знаю что из этого получится вот попробую покажу вам здравствуйте девушка браслет у тебя понятно с оленем это мы летом сенсей покупали что-то что-то за девяносто девять рублей вот до сих пор он у нас жив да катюшка летняя покупка а это коробочка да для маминых продуктов сюда складывает продукты ну и браслет сюда можно сложить да да ну складывать держи держи свой браслет а мама сейчас будет готовить о трамвай у тебя совершенно чудесный коза ладно давай готовить даже потому как на самом деле страшно голодные накрываем это все дело ты греешься и сейчас мы тебя размешаем да Катюмс да сейчас мама тут приберет за собой весь бардак дай пожалуйста мне интервью скажи тебе нравится с мамой ходить по магазинам и смотреть на новогодние игрушки да или тебе больше нравится дома смотреть мультики мультики она сегодня знаете на складе что выдала мы были в ряду где все розовые игрушки вот и она такая говорит мама скажи этот оттенок розового нам не подходит там работники склада конечно просто умилялись она же еще очень такая малютка и в этом зимнем костюме она выглядит мне кажется не на три с половиной года она все полтора ну вот поэтому от нее конечно такие вещи забавно слышать привет привет скажи уранрина она в восторге от снега вчера вот мы гуляли прямо конечно ребенок просто обожает снег гораздо лучше чем лето Да? Да. Шарин-додатели, когда в последний раз к нам заходили, подарили коробочку яичек. У них там за городом свой фермер... Не у них, а в смысле там есть фермерский рынок, и вот там вот такие классные всякие яйца продают, молочко, я так понимаю, ну типа нашего местного рынка, только у них там. Вот, в общем, из этих классных яиц мы сейчас и сделаем омлет с Катюхой, да? Сейчас мы с Катюхой будем бить яйца. Оператор, здравствуйте. Ну что, Катюх, меня видно? Да. Снимай, снимай, я бы сказала. Да? Да. Так, у нас тут три роскошных яйца. Так, у нас роскошная яичника продолжает мешаться. Так, такая вот у нас яичная смесь получится. Ну все, вот мы готовы, наш обед. Яички с овощами, у меня еще кунжут, ботамический соус. Так что, приятного аппетита! Хочу поделиться с вами результатом моей переделки. Вчера я решила превратить свой осенний венок в зимний, в зимний сугроб. И для этого использовала вот такую вот технику, когда манку смешивают с ПВА и с белой краской. К сожалению, у меня, как видите, ничего не получилось. У меня вот здесь вот совершенно желтые пятна. Вот то, что сверху белое, это я засыпала содой и глиттером. Но, к сожалению, на утро, когда все высохло, сода начала вот так вот отваливаться хлопьями. Так что, это не сработало. Лучше просто использовать вату и калип ПВА. Так что, имейте в виду, с манкой нужно быть очень осторожным. Зато у меня тут просто новогоднее настроение на подоконнике, на кухне. Ну а так, в целом, идея неплоха. Я вот примерно вот такой вот снежный сугробчик и хотела. Только чтобы он не был желтым. У нас с Катей сейчас будет романтический вечер только девочками. Тема ушел на день рождения его коллеги. А мы придумали в этот абсолютно промозглый ноябрьский вечер посмотреть холодное сердце. Кате 3,5 года, я ей еще никогда не показывала этот мультик. И мне очень интересно посмотреть, как она вообще отреагирует. Потому что, ну потому что она еще маленькая, но с другой стороны там песня. Она все это дело любит. Может быть, ей понравится. По крайней мере, я этот мультик очень люблю. И надеюсь, что ей тоже понравится. Для того, чтобы нам организовать наш кинотеатр, нам нужно тут немножечко разгрызти нашу гостиную. Мы планируем есть шоколадное мороженое. Мы попросили Тему купить нам ведро Баскин Робинс шоколадного. Так что, так что да. Вот, потом поделюсь с вами нашими впечатлениями. Как вообще у нас все это проходило. Да, Катюшка? Да. Ребенок уже залез на диван. Ты ребенок залез на диван? А кто будет порядок наводить в нашей гостиной? Да? Надо же порядок навести. Катюха уселась на диван, говорит, все, готово. А вообще, конечно, у нас тут такая немножко, уже такая, знаете, полузимняя атмосфера. С катертью, с шишечками, с веточками, мандарины. У нас тут много мандаринов. Тема подарил Кате, а они все оказались с косточками и кисловатые. Поэтому они у нас тут больше для декора стоят. Катюха уселась на диван. Сейчас хотим с Катюхой заварить чай. Довольно редко я использую этот чайник. Но вот тут увидела в перекрестке вот такую вот чайную смесь на базе смородины с брусничным листом. И добавлю туда клюкву, которую нам бабушка как раз присылала. Сейчас чайник уже закипает. И вместе с чайком буду делать шарлотку. Посмотрите, какое у меня огромное яблоко. Я думаю, что мне этого яблока хватит как раз на всю шарлотку. Много готовки на всю. Много. Смотри, они там купаются. Кулинар? Да. Сейчас ты туда еще муку добавишь. Да. Давай добавляй. Сейчас. И я сама буду мешать. Да ты что? Давай, Катюшка, чуть-чуть добавляй. Еще добавляй. Давай, давай. Давай, Катюшка, добавляй. Давай, давай. Давай, давай. Хмм. Те, что за frente? И... Иссу, иссу. Потихонечку хочу заканчивать этот влог Он получился каким-то мамой и дочкой Люблю, честно говоря, снимать такие влоги Они какие-то такие легкие, жизненные, простые Но заканчиваю я его не с дочкой Дочка с папой уехала в детский центр развлекаться Тема мне сказала, отдыхай, делай что хочешь Поэтому я на маникюр сходила и до пятерочки прогулялась Знаете, в пятерочке оказывается очень хороший выбор Всяких сладостей для детей И адвент-календари И на подарки, например, коллегам Там тоже вполне себе можно что-то подобрать Я прямо, знаете, немножко залипла И даже, честно сказать, отдохнула Потому что была без Катюшки Так-то мы с ней всегда ходим везде вместе И в моем случае это, знаете, быстро схватило И ушел то, что тебе нужно Я никогда не хожу, долго не выбираю Не смотрю, не залипаю Вот, а тут я прямо стояла перед этой витриной В, господи, в пятерочке перед сладостями Да, вот такая вот Вот такая вот я И я купила Катюшке набор сладостей Это именно под елочку Это в качестве подарка Мне понравилась иллюстрация Надпись с Новым годом и Рождеством Выбрала именно эти фабрики Крупская именно в этой упаковке Ну, во-первых, сама форма конфетки Да, очень такая классная Вот, а во-вторых, я, ну, стараюсь, знаете, довольно тщательно Выбирать те визуальные и художественные образы Которые сейчас попадают в память моей доченьки Это касается и мультиков, и картинок И вот даже таких, казалось бы, ну, обычных, обыденных вещей Как вот конфетки Такое вот окончание у меня Если вы до этого момента дослушали, досмотрели То огромное вам большое просто спасибо Я очень рада была с вами провести именно вот этот вот влог Надеюсь, что он вам тоже понравится Про вот на этом уже точно все, кроме мамочки Девочки, зрительницы, мамочки Мы тут с Катюшкой сделали вот такую вот тетрадку из вкусвилла Это новая Они сейчас еще есть в продаже И дальше будет 4-х минуточка обзора этой тетрадки Если вам интересно, то посмотрите, пожалуйста Если не интересно, то до свидания Всем пока-пока Очень мне понравилась эта книжица Но она мне еще и в магазине понравилась Вот такие вот здесь задания На детей от, мне кажется, трех с половиной Как раз вот самое то Например, нужно пораскрашивать Это раскрашивала Катя Это раскрашивала я, как вы понимаете Книжка с наклейками В середине был вот такой вот вкладыш с наклейками И вот, например, одно из заданий Были перепутаны вот такие вот квадратики Из них нужно было составить какую-то единую картинку Вот мы составили, очень интересно В этой книжке есть несколько игр на последовательность Вот в частности, салат Оливье Задание вы можете прочитать И что нужно делать, да И в самом конце, на последней странице Тоже мы тут с ней сейчас долго делали Вот такое вот задание Потерянные лампочки Вот эти вот игры на понятие и понимание последовательности Даже мне, честно говоря, немножечко ломают мозг А ребенку в три с половиной года так и подавно Она, конечно, ну я прямо вот видела, как у нее мозг работал Ей интересно было, но это очень сложно понять Что такое последовательность В общем, мы сделали эту гирлянду Вот столько здесь было этих лампочек Она кое-где ошибалась Кое-где мне там приходилось ей очень сильно объяснять Вот, но вот эти вот задания Обратите внимание, кто никогда не делал Я, конечно, не знаю Может быть, современные дети уже все продвинутые Все это делают Но вот мы именно на игры на последовательность Такое я встречаю впервые Вот еще здесь интересная страничка с такими заданиями Мы, ну, конечно же, ее не делали Потому что Катюшка буквы не знает, читать не умеет Мы просто назвали вот эти вот картинки Вот тут нужно было какие-то предметы найти Я, кстати, тоже очень люблю Вот такие вот виммельбухи не цветные То есть когда только контур Мне кажется, это очень полезное задание на внимательность Когда малыш пытается вычленить нераскрашенные предметы Вот здесь из букв нужно было составить слово Это мы, конечно же, не смогли Ребусы мы пока не решаем Хотя, честно сказать, я сама не особо умею решать эти ребусы Поэтому тут как бы мы прошли мимо Здесь мы просто какие-то знакомые буквы с ней искали Здесь мы раскрашивать не стали Потому что это очень сложно Я ей потом сама нарисую вторую половинку И мы раскрасим Да Здесь вот по номерам То есть, знаете, такие задания, мне кажется Вот детишкам, кто постарше немножко Но дошкольники, там, первые классы Мне кажется, было бы классно Я вот тоже думаю, может быть, племяннику своему прикупить В качестве, опять же, дополнения к новогоднему подарку Очень мне понравилась вот эта вот страничка Называется «Зимний город» Здесь нужно и наклейки все приклеить Найти, да, куда их нужно клеить Вот по этому серому контуру И остальное раскрасить Вот мы еще не раскрасили Просто у Катюхи довольно быстро устает рука раскрашивать Поэтому мы так пока Пока только наклейки Да, это точно, Катюш Вот здесь мы, естественно, тоже пока еще ничего не делали Но вот я бы вот это хотела сделать Так, тут явно какая-то рожица пингвин, наверное, какой-то Так, здесь мы тоже ничего не сделали Кстати, вот это вот можно было бы сделать Катюхи, мы, по-моему, с тобой эту страницу в принципе пропустили Я что-то не помню, чтобы мы ее пропустили И вот, собственно, да Так что вот такая вот книжица Девочки, это «Вкус вилл» Ну вот от 6 лет, ну да, наверное, плюс-минус там 4, 5, 6 Ну вот, есть Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...